Пока администрация Яндекс.Дзен с каждым новым выпуском Дзен Понедельника рассказывает нам о своих успехах, головокоружительных каких-то достижениях, мы с вами, да и многие другие, заходя на Яндекс.Дзен, видят совсем другую картину, как наш любимый или не очень любимый Яндекс.Дзен превращается просто в какую-то помойку, извините за выражение. В общем-то, как говорится, на Яндекс.Дзен все авторы равны, но есть авторы ровнее. Сегодня я покажу вам, что не обязательно соблюдать правила на Яндекс.Дзен, вернее, нам-то с вами обязательно, а некоторым вовсе и нет. В общем-то, это Крятов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Нет, я, конечно, не отрицаю, что многие каналы на Яндекс.Дзен, которые нарушают правила, их пока просто не увидели, то есть алгоритм просмотрел, толокеры невнимательные были заняты пока ограничением ваших нормальных статей, какие-то не очень нормальные проскочили. Ну, бывает, что поделать. Но есть ведь просто огромные каналы с огромной аудиторией, которые просто в наглое нарушают правила, и им за это ничего нет. Ну, скажем, вот на Яндекс.Дзен прямым текстом, прям в правилах прописано, что запрещен кликбейт. Это когда в заголовке есть какая-то недосказанность, когда заголовок вводят в заблуждение, когда заголовок не соответствует тематике статьи. В общем, листаю я свой любимый Яндекс.Дзен и вижу вот такую вот картину. Такая вот статья мне попалась. Каждое воскресенье муж ездил к ребенку от первого брака, жена умилялась, пока не узнала одну деталь. Жена не узнала одну деталь. Какую же деталь? Нужно зайти и посмотреть. Разве это не кликбейт? Статья у нас расположена на канале, который называется Морена Морана. Если зайти на сам канал, то тут, конечно, не найти кликбейтных заголовков. Вернее, тут такой очень спорный контент, вполне себе рассчитанный на определенную целевую аудиторию, который, в принципе, имеет право на существование. Сам канал не то чтобы прям плохой, но я бы такое читать не стал. Я не знаю, многие, наверное, стали бы читать. У канала 47 500 подписчиков, плюс аудитория 360 тысяч. Ну да ладно, с этой статьей есть один такой момент, что ее на самом Дзене нет, и алгоритм ее проверить не может, потому что она размещена на LiveJournal. И то есть нам показывают эту статью просто в ленте новостей, но когда мы переходим, нас перекидывают на другой ресурс. Вроде как на Дзен она и не нарушает правила. Вот, кстати, дзеноводы. Ответьте на один простой вопрос. То есть нельзя нарушать ваши правила, если статьи расположены на Яндекс.Дзен. Но если они на стороннем ресурсе, и если просто в ленте, как сайты идут, значит можно. Можно все, что угодно писать. И шоп-контент, и трагический контент, и кликбейт, и контентный спам. Это все проходит нормально, да? Я верно понимаю? Ну ладно, чего это я пристал к бедной Марэне Маране? Хотя, наверное, она не бедная. Ну да ладно. А давайте посмотрим других авторов, которые на данный момент совершают самое страшное преступление на Яндекс.Дзен. Контентный спам. Если кто не знает, то за контентный спам просто банят навсегда. Контентный спам это такая вот информация, вернее, такие статьи, которые повторяются от одной к другой. Все эти бабки, коллекторы, там, особенно если... Я в одном из прошлых видео рассказывал, что гарантированно можно получить контентный спам, если какую-нибудь старую баб... Да это даже на Дзен-Понедельнике говорили. Старую бабушку поставить на превьюшку к статье и рассказать какую-нибудь слезливую историю. Так вот, контентный спам это когда эта вот эта слезливая история повторяется, а меняются в ней только действующие лица. Раньше вы спасали кошечку с дерева, потом собачку спасли где-то, и, в общем-то, такие статьи набирают очень много, но за них банят. И у меня даже как-то заблокировали канал со сказками, когда я начал писать историю про бабушек. Три статьи я успел выпустить, но некоторым все нипочем. В общем-то, я, как говорил, уже можно списать все на то, что канал незаметный, но давайте посмотрим, такой ли он незаметный. Попалась мне тут на днях вот такая статья. Называется она «Старушка увидела, как внук подсыпал ей что-то в чай и незаметно поменяла кружки. Внук упал со стула, сделав один глоток». Среднее время дочитывания 5 минут, 18 тысяч прочитали, нравятся тысячи. Как я уже говорил, тут у нас на превьюшке вот такая вот бабушка слезливая. Если пролистать в ней статьи, то что мы увидим? Мы увидим, что есть реклама. Реклама и сбоку есть, и здесь есть, и то есть статью эту читают, в комментариях кто-то что-то пишет. Ну, правда, тут комментарии такие вот «Что за бред мы все читаем?» и 378 лайков у него. Ну да ладно, что это у нас за канал такой? Канал называется «Психология души». «Психология души» поболтаем с вами на различные темы психологии. В общем, если пролистать, тут у нас дедушка после бабушки идет, надоело за ним подгузники выносить, увози его куда хочешь, орала она, муж посадил деда в машину и повез многоточие. Ну, то есть, ну как бы это явно контентный спам. Смотрим. Тут у нас про помидоры на канале, про психологию. Ну да ладно, точки, кстати, в конце заголовка не ставятся, если что. У канала 722 подписчика, кстати, аудитория 82 тысячи. Так что, если у вас канал не может набрать аудиторию и не понимаете, куда она девается, то, пожалуйста, вот она вся здесь, на контентном спаме, с которым Дзен постоянно борется. Невестка выгнула бабушку из дома, и ей пришлось ночевать в подъезде, но когда сын пришел с работы, красиво проучил невестку. Ну, одно и то же бабушке. Тут у нас дальше про торт на сковородке. Мужчина вернулся с работы, но увидел в квартире незнакомого парня, а не присмотревшись, хозяин дома побледнел. Окей, 10 законов благодарности. Ура, у нас есть одна статья по психологии на канале про психологию. Круто. А это у нас что? А это у нас вот такая статья. Голодная малышка жевала листву, прохожая, увидев это, решила забрать ее в дом, а придя в дом, увидела шокирующий репортаж. Многоточие с двумя точками. 17 тысяч прочитали, 6 минут среднее время дочитывания, 601 человек поставили нравиться. Давайте посмотрим, реклама есть. Да, реклама есть. Статью долго читаю. Да, она действительно длинная. Реклама в самом конце. Это уже было на Дзене с небольшой разницей. Здесь у автора ребенок жует листву. Додуматься же. Да такого на Дзене было уже очень много. Ну, то есть за это как бы раньше банили на Яндекс.Дзен. В общем, действительно у нас идет к успеху канал Психологии души. В общем-то я надеюсь, что авторы данных каналов меня простят за то, что я им раскрыл всю малину и показал вот это вот на всеобщее обозрение. Ну, как бы они и писали это для всеобщего обозрения. Ну и как бы тысячи лайков, которые там поставлены, скорее всего говорят о том, что этот канал многократно видел и сам Дзен, и его там лучшие менеджеры, и толокеры. Но почему-то вот реклама там как стояла, так и остается никуда она там не делась. Вот. И, собственно, претензий у меня к этим каналам никаких вообще нет. У меня претензии к Дзену, который пишет в правилах одно, а потом по факту их сам не исполняет. Ну, то есть как не исполняет? Берет новых авторов и блокирует их. Другим же почему-то можно все. И кликбейт, как вы убедились, и контентный спам, как вы убедились. Причем вот таких каналов с контентным спамом их довольно много. Некоторых, я не спорю, заблокировали. Меня самого заблокировали. Вы можете сказать, что вот тебя заблокировали, поэтому ты и бесишься, поэтому ты решил отомстить, всем завидуешь. На самом деле нет. Я, кстати, с канала, который с контентным спамом удалил весь контентный спам, оставил сказки, вроде бы все нормально, отправил на проверку. Мне, кстати, до этого писали, что мы вам даем один шанс, как бы за контентный спам банят всегда, но мы вам уже обещали, и поэтому вот проверим. Проверили и сказали, что я не прошел проверку. Если что, я об этом рассказывал в видео, в подсказках его прикреплю, посмотрите, ну, если интересно. Вот, Дзен, давай уже завязывай и начинай нормально вести дела. На том же пульсе от Мэйл никакого контентного спама нет, все потому, что там запрещен художественный вымысел. Художественного вымысла там просто нет, а значит нет и контентного спама. Плюс там не то чтобы запрещены, но личные блоги, которые не несут никакой пользы, там тоже запрещены. И получается просто невозможно создать там контентный спам. Там есть статьи, которые немного обманывают читателя, с этим я согласен. Ну, то есть, когда вам заголовки обещают, прям, не знаю, очень много полезной информации, а по факту в статье ее очень мало. Там много каких-то неточностей, там много недочетов. Но, тем не менее, никаких бабушек-коллекторов и кошек с собачками, которые застряли на дереве, там нет. И я не против всех этих художественных рассказов. Это хорошо, интересно, когда пишут, когда создают какие-то свои истории. Прям я только за это. Возможно, мне даже этого на пульсе не хватает. Ну, то есть, когда я писал на канал со сказками, мне было это интересно. Мне это нравилось. Ну, канал теперь забанили. Вот. Ну, контентный спам. У меня-то контентный спам. Тут сейчас я вам показывал, это вовсе не контентный спам. Что, блин? Ну, так вот. Возможно, в Дзене стоит создать соответствующий раздел. Поставить какую-то галочку, хотите ли вы читать такие истории или не хотите читать. Ну, то есть, ограничивать людей за то, что они пишут какую-то ересь. Ну, блин, не знаю. Тем более, если вы не можете контролировать соблюдение правил, и получается, что у вас огромная гора авторов продолжает нарушать эти правила, и вы их даже поощряете в некоторых моментах. А другая огромная гора не может нарушать эти правила, вернее, пытается нарушить кто-то, и их блокируют. И самое страшное, что есть третья категория авторов, которая старается не нарушать эти правила, но вы с ней поступаете примерно как вот с этими. Просто блокируете их статьи, снимаете рекламу, баните их, и в результате они вылетают с Яндекс.Зен, хотя у них были самые нормальные намерения писать хорошо, писать качественно, как вы и просили их это делать. Но по факту они не могут этого делать, потому что у вас часть показов уходит немножечко таким приближенным авторам, опять же, по моему субъективному мнению, которых вы почему-то боитесь блокировать, видимо, из-за того, что у них уже огромная аудитория, и в результате нормальные авторы остаются ни с чем. Так вот, сделайте уже, чтобы эти правила были либо для всех, либо не для кого. Ну, как-нибудь уже разберитесь с этим, потому что, ну, это уже ни в какие ворота. Извините, накипело. Я, когда начинал писать на Дзен, то верил, что все будет нормально, площадка будет развиваться, здесь будет качественный, интересный контент, завел канал по истории, писал статьи по истории, ну, а на данный момент площадку захватили бабки и коллекторы. Причем даже мой канал по истории конкурирует с каналами, которые такие псевдоисторические. То есть, вымышленные какие-то истории, я много раз рассказывал, что как-то думаю, куда же у меня трафик с канала по истории уходит. И натыкаюсь вообще на какую-то кощунственную статью про Великую Отечественную войну, там было, по-моему, если я не ошибаюсь, и заголовок такой солдаты присвистнули, увидев, как медсестра проходит мимо медсанбата. Ну, что-то такое, я дословно уже не вспомню, но примерно содержание такое. Естественно, по этой статье многие прокликали, естественно, весь трафик ушел туда, но, по сути, это даже, может, не контентный спам, но понятно, на каких чувствах людей она играет. Если на Дзене нужен именно такой контент, то, ну, что тут поделать? Но мне все это, если честно, не по душе. Вот. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, до новых встреч, пока, на Инстаграм тоже подписывайтесь.